Всем привет, с вами Дмитрий и вы на канале Альфмейстера. Сегодня я вам расскажу о таком замечательном кресле, как вы поняли уже из названия видео, UndeSeed Chrysler 3. UndeSeed это известнейшая, одна из самых известных компаний по производителю кресел в мире. И раньше изначально компания специализировалась на производстве спортивных кресел для гоночных автомобилей BMW и Mercedes-Benz. После этого в 2014 году компания решила, блин, походу нам как бы пора уже переквалифицироваться и начать делать что новенькое. Они взяли и начали делать игровые кресла. Да, почему бы и нет, у них есть огромный многолетний опыт, и они в этом хороши. Почему бы не делать кресла не только в машине, но и домой для людей. Многие, кстати, вытаскивают всякие старые кресла из машин, типа там, я видел от Porsche 911 вытаскивали, из Каена, из разных таких тачек гоночных, причем где именно они реально комфортные и удобные, вытаскивали и делали прям чуть ли не с подогревом и регулировкой электроприводом, там все дела. То есть такие тоже есть умельцы. Здесь решили как раз таки компания пойти наоборот. В компании крупное собственное производство, и они используют только высококачественные материалы. Для PVC кожи, то есть ПВХ, они используют технологию Jura Extra, а для линоной ткани они используют технологию Eversoft. И у каждой этой технологии являются их собственностью и имеют трейдмарк. Как во всех разработках, многочисленные тесты над новыми технологиями изготовления и проверки материалов приводят к улучшению их продукции. И сейчас вы видите кадры, которые я к вам ставил, чтобы было наглядно видно, что они делают, как они тестируют. Ведь у них лозунг Best for the Best, типа лучшее для лучших. Вот. Давайте с вами разберемся, что у нас было в поставке в коробке. Смотрите. Комплектация. Одна спинка, одно сидение, одна крестовина для роликов, два подлокотника предустановленных, одна магнитная подушка под голову, одна коробка с аксессуарами, механизм качания, то есть мультиблок, и магнитные накладки на подлокотники из полиуретановой пены. Теперь, что же в этой коробке с аксессуарами? Коробка с аксессуарами содержит две магнитные боковые накладки, пять роликов, то есть колесиков, шесть болтов М8 и две штуки запасных, один длинный шестигранный ключ, газлифт плюс кожух, ручка рычага регулировки высоты, ручка рычага регулировки фиксации наклона и защитный колпачок. А теперь, друзья, давайте поговорим именно про плюсы и ништяки этого кресла, потому что, если по чесноку говорить, у него их прям реально много. Типа, начнем с самого первого, самого важного, это встроенная четырехпозиционная адаптивная система для эргономичной поддержки поясницы. Вот здесь вот или вот здесь, я не знаю, куда пока вставлю, вы видите сейчас кадры, правым барашком вы регулируете, насколько высоко или низко будет отпущена или поднята система, а левым барашком вы регулируете то, насколько сильно она будет выпечена. Также давайте сразу же с вами рассмотрим и второй плюс этого кресла. Вот это замечательная, мягкая подушечка. В этой подушке используется эффект пена с эффектом памяти, то есть какое-то время после того, как вы будете сидеть на ней, она обязательно запомнит форму вашей шеи, будет прилегать просто идеально и вам будет намного удобнее. Хотя я скажу честно, она настолько приятная, тактильная, она настолько мягенькая, плюс еще у этой подушки есть пена охлаждающая, которая находится здесь, и когда вы садитесь и прикладываете, у вас взаправду охлаждается шея. Я сначала думал, что это обман, но идите себе намажьте зубную пасту на руку и почувствуете, ну вот это вот охлаждение. Вот примерно то же самое чувствуется на шее, только, ну чуть-чуть поменьше, потому что все равно паста она как бы прям на кожу наносится. Вот. А еще плюс этой подушки то, что она магнитная. Вы берете и прикладываете абсолютно на любое место, куда вы хотите. Не нужно париться с этими резиночками, засовывать их в ушки, просто just do it. Но по поводу того, как сильно и хорошо подушка крепится, я вам могу сказать супер, просто офигенно. Вы можете вот так вот ее положить. Вот, вы сидите, кладете подушку, настраиваете себе под шею, все. То есть, ерзанием как-то шеи, она не спадает, ну прям совсем прикрепилась отлично. Я вчера разбирал подушку, ну как бы расстегнул, чтобы посмотреть, что там. Там замечательная мягенькая пена и такой вот слой охлаждающий. Я вам рекомендую, не расстегивайте. Я застегивал тяжело, но пена просто очень мягенькая, а система крепления магнитов очень надежная. Поэтому просто доверьтесь производителю. Следующий плюс это 4D подлокотники с технологией MagSwe. Настраиваются под любое удобное для вас положение. Вы можете поднять их вверх, отпустить вниз, повернуть налево, направо, отодвинуть вперед, назад, а также просто их отстегнуть. Все! Вы просто взяли и отстегнули подлокотники от кресла. На их место вы можете поставить либо другие подлокотники, которые будут другого цвета, либо просто докупить себе отдельно стол и поставить стол на эти подлокотники. Да, очень звучит необычно, но вы можете, и благодаря этому столу, вы можете сделать себе рабочее место и сидеть, работать с ноутбуком, планшетом, телефоном и другими устройствами. Это удобно, круто, но на самом деле я не знаю даже где его купить, я не нашел, если честно. Это минус Andesit. Вот это один, наверное, минус их, который у вас все возможен. Следующий плюс это качественный мультиблок. В чем он проявляется? Так это в том, что он очень плавно качается, он очень хорошо и плавно крутится. То есть в целом этот мультиблок заслуживает просто уважения, пяти звезд и так далее. Мультиблок с механизмом качания на 15 градусов, настройкой жесткости качания, а также еще и регулировка угла наклона спинки идет на 90%, то ли 100, ну от 90, то есть вот прямо от прямого угла до 165, тогда вы вот так уже лежите. Плюс с механизмом качания это получается 180 градусов, то есть вы лежите просто прямо, понимаете? Можно спать и кровать, и тогда использовать вообще не надо будет. Вот тут вот я лежу, как вы видите, и не чувствую никакого дискомфорта. Так как крестовина большая и массивная, не стоит переживать, зато упадете вы, перевернетесь или нет. Размер кресла обязательно нужно выбирать по своим габаритам. Л-ка или Х-Л-ка. Х-Л-ку вы берете, если вы более 120 кг или высокий ростом, а Л-ку подойдет всем остальным, до 120 кг. Что я могу рассказать еще про этот крест? Очередной плюс? Да погнали, пожалуйста. Здесь очень удобное, просторное основание. Вы сидите, кайфуете, у вас нету никаких проблем, никакие крылья по бокам вам не давят. Просто сели и наслаждайтесь. Оно не супер мягкое, что вы утопаете, но это и не табуретка. Она, пена здесь монолитная, то есть она делается на станках. Спинка сиденья, заполненная монолитной пеной Reddance, плотностью 65 кг на метр кубический. Следовательно, пена замечательна и не будет со временем просаживаться за счет, ну не так, точнее быстро. Со временем-то все может у нас испортиться и просадиться, но если брать в целом кресла игровые, которые через 2-3 года уже в непригодность приходят, это обещает остаться намного-намного дольше. Два года гарантии у данного кресла, поэтому если что-то случится, вам его починят или просто заменят. Почему бы и нет? Очень хороший прикол, да? Еще огромный плюс в том, что она сохраняет постоянное очертание всего вашего тела и в течение всего срока службы. Моделирует эргономичный корпус, кресло и анатомические формы, которые заботятся о сохранении вашей осаночки. You know? Вот. Такие дела. Что по поводу сборки? Могу вам сказать, собирается очень просто. Если у вас не хватает физической силы, то позовите кого-нибудь на помощь. Одни вы явно не справитесь, потому что кресло тяжелое. Полностью коробка весит 35 килограмм. Вам вы это все вытаскиваете, собираете кресло, потом это надо еще насадить. Короче, позовите помощника, он вам пригодится. А если у вас все хорошо, то читайте внимательно вот такую вот инструкцию, которая дается вам вместе с креслом и делайте так, как написано там. Все. Никаких, никаких проблем. Здесь еще есть инструкция по эксплуатации, по безопасности. Поэтому обязательно прочтите ее прежде, чем начинать что-то регулировать и крутить. Особенно это касается поясничной подушки. Я, к сожалению, ее не прочитал сначала. А теперь, когда уже прочитал, я понял, что нельзя облокачиваться на нее, когда регулируете. То есть вы сидите, регулируете, вы отодвиньтесь немножко, отрегулируете, сядьте, примерьте. Если нравится, оставляйте. Если нет, крутите дальше. Ребят, это кресло сделано из полностью цельной металлической рамы, которая облегает пеной, а потом уже только обшито. На ощупь эта ткань просто замечательная, симпатичная и очень тактильно приятная. Поэтому в жаркую погоду, я думаю, у вас проблем с ним не будет, как было бы с ПВК-коррой. Все, друзья. Всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь, я помог вам определиться, стоит ли брать это кресло или нет. А если не помог, то задавай вопросы в комментариях, я тебе обязательно отвечу. Кресло офигенное, я рекомендую. Всем большое спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в телеграм-канал и проявите активность. Если вы проявляете активность, выходит следующее видео. Все, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok